В Тамбовской области стартовала ежегодная акция «Сутки в дежурной части». В первую очередь она направлена на профилактику правонарушений и поднятие уровня доверия населения к полиции. Дежурная часть, пожалуй, одно из ключевых звеньев в системе охраны правопорядка. Главная задача сотрудников подразделения – оперативно среагировать на сообщения и максимально быстро отправить оперативную группу или наряд на место происшествия. Вместе с сотрудниками дежурной части на рабочие сутки заступила и наша съемочная группа. Развод перед заступлением на дежурство. Руководители подразделений проводят с личным составом инструктаж, доводят до постовых служебные задачи, передают ориентировки. Проверяют все ли сотрудники, готовы к работе. После этого все отправляются на выполнение служебных задач. А члены общественного совета вместе со съемочной группой отправляются проверять работу изолятора временного содержания и камеры для подозреваемых или обвиняемых. Индивидуальные свальные места по количеству лиц содержащихся. Вот в данной камере три места. Камера рассчитана из расчета четыре квадратных метра на человека, содержащихся, за исключением санузла. То есть санузел в эту квадратуру не входит у нас. Значит, имеется стол обеденный с лапками, тумбочки для личных вещей, а также шкафы для личных вещей. Главная задача в работе полицейских – это помощь людям, предотвращение преступлений, правонарушений и незамедлительный выезд. Дежурная часть – это пост номер один в полиции. То есть дежурный должен успеть заполнить служебную документацию, ответить на многочисленные звонки, собрать подробную информацию от обратившегося. Говорить о сложности работы дежурного не приходится. Это ответственно и требует от сотрудника профессиональной реакции, четких действий и, конечно, умения находить общий язык с людьми. В том, что все сотрудники полиции подходят со всей ответственностью к своей работе, уже в который раз убеждаются общественники. Работают сотрудники полиции, используя свой высокий профессионализм, показывая компетентность и четкое отношение к гражданам. Мы выезжаем с членами общественного совета, выезжаем на место происшествия, участвуем в следственных мероприятиях по вызовам. Что характерно, когда поступают вызовы, сотрудник полиции дежурной части оперативно реагирует на все те поступления, на все те звонки, которые поступают в дежурную часть. Именно так случилось и в очередном звонке. Жители улицы Куйбышева не смогли поделить парковочное место во дворе своего дома, и завязалась драка. Соседи вызвали сотрудников полиции, которые незамедлительно выехали на место. Местные жители говорят, что такая ситуация случилась впервые. Здесь не живет у нас, а то сестра живет. Он и машин моет, и ставит, и подгинку поставит, и начинает ее мыть. Сколько раз? Писали куда-нибудь? Куда-нибудь писали в административную комиссию. Мы вчера как раз были по этому вопросу. Мы прошлый год приглашали участкового, он предупреждил их все. У нас вроде наладился порядок, а потом вот опять стали ставить. Вчера как раз на встрече с Алексеем Николаевичем мы этот вопрос поднимали. Он обещал вопрос нам, решили помочь. Ну а вот такой случай, который сегодня произошел? Первый раз. Первый раз такой, да? Да. И вообще... Даже по мирному расходились, да? Ну да, но это вот вы стоят, жители нашего дома, они все этот вопрос решают мирно. А он, мы не знаем, кто он и откуда. На каждый вызов и сообщение сотрудники реагируют профессионально, но бывают случаи, когда выезд на место оказывается ложным. И потраченное время может быть необходимо другим людям, которые действительно нуждаются в помощи полиции. Хотелось бы еще и граждан, да, граждан довести о том, что вот вызовы, сложные вызовы сотрудников полиции для каких-либо просто предупреждений, попугать кого-либо. То есть сотрудники полиции не являются как бы символом того, чтобы напугать людей. Мы разбираемся в каждой конкретной ситуации, сложимся, принимаем меры. То есть мы хранители закона, мы внедряем в жизнь закон. То есть мы несем себе законные основания и применяем данное требование к людям. И стараемся людям тоже все это объяснять. Поэтому в основном вызов, если поступает к нам как бы ложного характера, либо граждане, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения и не отвечают за свои действия, то к таким гражданам тоже применяются меры административного воздействия. В состоянии алкогольного опьянения чаще всего совершают противозаконные действия. Так вышло и в наше дежурство в рамках акции «Сутки в дежурной части». Женщина сообщила, что ее сосед очень шумно себя ведет. В итоге оказалось, что нужна помощь не только сотрудников полиции, но и скорой медицинской помощи. Распивая спиртные напитки, мужчины повздорили между собой, что привело к кровопролитию. Молодой человек, что случилось у вас? Скорую вызвали? Нет. Сейчас скорую я вызываю. Ложитесь. Гляньте, кровь течет все. Не надо. Не надо, не надо. Смотрите, что есть. Подобных случаев бывает предостаточно, и большая часть сообщений имеет ссоры бытового характера. Все желающие в день акции могли задать представителям общественности интересующие вопросы, спросить совета или просто высказать свое мнение по поводу работы сотрудников полиции. Всю полученную информацию проанализируют члены общественного совета, после чего предложение направят руководству. Работать в дежурной части значит постоянно следить за жизнью города и района. Раскрытие преступления по горячим следам часто напрямую зависит от профессионально-грамотных первоначальных действий дежурного. А снижение преступности и обеспечение порядка в городе и районе – это то, к чему стремятся и для чего работают сотрудники полиции. Екатерина Студенова, Никита Желтов. Новости ТВ Рассказово.